МВД России Чемпионат на стадионе «Волга» торжественно открыли заместитель начальника отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России Дмитрий Русанов, заместитель начальника ГУМВД России по Самарской области Юрий Сафронов и директор Академии футбола Крылья Советов Сергей Марушка. Они отметили, что в этом году поставлен рекорд по количеству участников команд. Хотелось бы от Главного управления ВВД России по Самарской области, от себя лично, сердечно поздравить вас с открытием, торжественным открытием нашего долгожданного мероприятия, чемпионата Министерства внутреннего дела Российской Федерации по мини-футболу. Все вам честного судейства, все вам побед, ну и хороших впечатлений. Мы все знаем, что футбол является самым популярным видом спорта в мире. И, конечно же, он не чужд, как говорится, и в органах внутренних дел. Начиная с 2013 года в МВД учрежден чемпионат МВД по мини-футболу. В соревнованиях принимают участие только действующие сотрудники и федеральные государственные служащие. За пять дней на спортивных площадках Самары прошло 182 игры. В судейскую бригаду вошли арбитры из нескольких регионов России. Накал страстей на поле возрастал с каждым проведенным матчем. Болельщики поддерживали свои команды, а сами игроки выкладывались на 100% для того, чтобы их команда оказалась в числе лучших. Уровень подготовки спортсменов высоко оценил директор Академии футбола Крылья Советов Сергей Марушка. Самара это футбольный регион, это футбольный город. Здесь очень любят футбол, любят футбольный клуб Крылья Советов. Те соревнования, которые у нас проходят сегодня, которые проходили, это в первую очередь социальный проект. Это необходимо для того, чтобы наше общество стало еще здоровее, крепче. Да, очень помогает. Во-первых, поддерживать себя в физическом плане, в физическом отношении. Ну и общение с людьми точно так же, как оно в службе, так оно и должно быть. Мы общаемся, я уже участвую в этом, это 10 лет подряд практически проводился этот чемпионат. Вот сначала создание футбольной этой семьи, как можно сказать, происходит это и в службе, и здесь. После игру гостей Самары была возможность пообщаться с коллегами, познакомиться с местными достопримечательностями и красотами Волжских берегов. Самарские полицейские провели для них экскурсии по городу и прогулки по Волге. В первой группе игроков первое место заняла команда из Московской области, второе место из Республики Татарстан, третье – из Краснодарского края. Во второй группе первое место у полицейских из Владимирской области, второе место из Республики Калмыкия, третье место у полицейских из Амурской области. Футбольная команда хозяев чемпионата заняла четвертое место среди команд первой группы. Виктория Шарая, События.